Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале FIFA by Girls. С вами Марина и мы играем карьеру за футбольный клуб Тулуза. У нас шестой выпуск. Для тех, кто пропустил, посмотрите выпуски моей прекрасной карьеры, а также на канале есть карьера за Манчестер Юнайтед. Там мы играем третий сезон. Но сейчас не об этом. Сейчас у нас первый сезон за FC Тулуза, где мы пытаемся выбраться с Лиги 2 в высшую Лигу. Лигу 1. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали! Сегодня, ребятушки, у нас клубы. Я просто не вижу смысла их называть. Они какие-то некоторые вообще без понятия. По, Бастия, Дижон, Волонтьен и Гавр. Ладно, назову. И у нас уже закроется зимнее ТО. И тут вовсю идет сейчас январь. Да, у нас зимнее ТО открыто. 13 миллионов на счету, но я так и не определилась, кого нам купить. Тем временем, молодежка наша. Посмотрите, какой бестиар Бекер. Надо обязательно, чтобы этот Матти Бекер, ему стало 16, и мы его быстренько в команду. И будут они с этим молодым Шульцем решать, кто из них достоин. У нас кто работает? Бельгиец, работает нападающих во Франции ищем. Давай этого француза отправим в Данию. Защитничка поищем, мало ли. А вот этого француза давай в Швейцарию защитничка. Потом поищем какого-нибудь нападающего из Бельгии и прочее. Шульц, 62 рейтинг. Ну тут 16 место. Ольхо у нас сыграет на фланге, потому что там у нас кто-то получил красную. Все, давай. Побежали, полетели. Блин, знаете, как механизм такой вот скрипучий, такой старый. Вот такое ощущение, что у меня такая команда. После игр за Манчестер прям чувствуешь, что твои игроки еле шевелятся. Спасибо, Шульц. А вот у них игроки в том-то и дело, что вроде бы такого же скилла по 62-64, а гораздо больше демонстрируют. Видишь, как отскакивает все к ним. Забили. 1-0. Я думала, там оффсайд, кстати, первый раз, когда отдавала туда прострелом. Вот здесь. Ну вот и Ланга отдал здорово на Гелхарта. Вот здесь оффсайда не было, но умудрился Блюндель прямо во вратаря пробить. Ну Джек Лане хорошо не в оффсайде, был забил. Да ёо, это что такое? Это Гелхард так ударил неудачно? Ну в Лиге 2, если там оказаться, ну вы понимаете, там надо так усилять состав. Потому что, ну, вот с этим сквадом, я не знаю, на каких морально-волевых-то там вообще играть. Тут с этими-то ботами сложно играется. Ну, 5 звезд у человека на слабый. А он с правой иногда странно бьет, с левой тоже. Эй, Ланга, ну чувствую я, мы будем с тобой расставаться летом. Сейчас кого-то приобрести, либо ты разобиваешься, я не знаю. Ну, ничего не показываешь. Так, центральный мчит. Да как, блин, этот кипер? Что за психованный стоит на воротах от клуба По? Смотри, Гелхард в упор бьет, ну прям в него что ли? Не, ну он сам так еще сгруппировался. Так, читерные, читерные угловые. А-а-а, я теперь знаю, как их разыгрывать. Да-а-а, слушайте, как за Манчестер Юнайтед я научилась. Не знаю, видели вы это или нет. Там выпуски я наперед несколько записала, но вы увидите. Так и здесь. Теперь только так, я не умею подавать на голову, ну в редких случаях. А читерные, вот. И главное, чтобы был тот, кто умеет забивать. И как красиво Джо Гелхард положил. Домашняя заготовочка моя. Ух. Красотища. Обалдеть, там крестовина? Или что там было? Повезло нам сейчас. Да блин, ну-ка. Да как они провалились так? Пустота просто. Пустота. Беги, забивай, не хочу. 2-1. Вот что это было? Вы что делали вдвоем вообще там? Почему вы оставили одного? Так, ну вот они включились. Да, понятно. 2-2. 2-0 вели. На исполнение так ударил. Все. Все заново начинается. Комп захотел, чтобы я пропустила 2. Я это сделала. Очень легко и просто. Не отнимался мяч совершенно. Вот сейчас мы спокойно его отняли. Ага. И еще это не вечер, да. Да. Просто развернули. Я даже замены не знаю успеть сделать. Они меня просто замучили. Они меня достали. Это просто что-то с чем-то. Вратарь столько сейвов совершил. Так, опять этот чувак на карточке. Давай. Ну давай этого женро посмотрим. Блондель просто незаметен. Ингуму. Нам надо здесь в пятерку, понимаете, попадать, ребят. В пятерочку. А мы что делаем? Куда мы попадаем? Я не хочу плестись в этой Лиге 2 бестолковой. Вы что, прикалываете, что ли? Отнимите этот мяч. Так, я в защитный стиль ухожу. Гелхард, спасибо тебе большое. Брависи мне. 3-2. Вот этот новенький вышел. Пятый номер. Цапник. Голевую отдал. А что там было? Оффсайд? Фух. Ну все. Это победа, ребят. 3-2. Мы обыграли этот футбольный клуб по... По теле невероятно. Но это не дело, так играть, когда 2-0 ведешь. Потом просто взять и проигрывать. Так, дисквалифицирован Ван Дэмбоминг по совокупности Диара отбыл и Мингейм. Я так понимаю, те, кто в пятерке будут бороться? Ну, надеюсь на это. Хейли. Это кто? А, он у нас на трансфере. Галатасарай хочет. Ну, тут должны быть деньги. Давай 1.950. 200 тысяч сверху попросим еще. А если я предложу 1.830. Все, договорились. У нас Басти. Вот эти команды с низов таблицы. Что-то с чем-то. Все, все готовы. Давай, Эланга. О, в пять защитников они играют. Эланга, я надеюсь, ты подумаешь о своем поведении и будешь нормальным поворотом здесь. Давай. О, ударчик нанесли. Так, Эланга. Все, перекрыли опять все. У-у-у, с места практически, с левой. Честно вам скажу, я перекладывала ногу, чтобы справа положить, но он решил так. Забили. На его чисто индивидуальных действиях. Джо Гелхарта. Интересно, с ним потом перезаключить. Они на ротационного согласятся. Потом контракты будут перезаключать. Потому что у меня там другие планы на ключевых потом брать, ребят. Это ради руководства мы там набирали. Сразу ключевых. О, Блендель. Гелхард. Отлично. 0-2. Вот когда они принимают в пяти метрах от ворот мяч и начинают его обрабатывать, то типа так. Может быть, с лёта будете бить? Потому что мало ли, там, пока ты обработаешь, там уже вратарь включится и защитник. Но нет, пока что все получается. У меня даже Марсиаль так делал. О чем мы говорим вообще? Нормально. Заблокировали. Ух ты! Ух ты! Чуть-чуть не хотелось убежать. Опа! Это не фол. Давай. Ну куда ж ты так сильно дал? Да ты чего? Надо было послабее. Мгуму вместо Лане. Давай, Женро этот пойдёт. Нет, Блендель на ЦП пойдёт. Хотя ладно, давай Джегу этот выйдет. Блендель отдохнёт. Всё. Что-то играть стало с 12 минут. Так что я думаю, справимся. Оффсайд? Не было. Блин! Женро бил. Ничего себе. Просто какая-то череда отскоков. Мгуму. Свежий. Эх ты. Ну всё, осталось играть минуту. В принципе, Басти ничего такого запредельного не демонстрировала. У нас ещё защитники сегодня достаточно здорово сыграли. Ух ты! А вот это суперсейф от Шульца. Это уебил. Ну тут в упор, да. Ну как он руки... Не испугался своей сломать. Ну смотри, уже третья минута добавлена идёт. Всё. Даже не пропустили ребятам против Басти. Ну вот она показывала свой уровень. Она на низу самом. А вот По, это как-то, конечно... Ужас. На четвёртое место поднимаемся потихоньку, полюгоньку. Так, дисквалификация закончилась у Бранка. Хейли продан. Рафнуили хотят Ливингстон. Он на сколько стоит? 830. А, блин. Они за 510 хотят. У него вообще нет скорости, по-моему. Ну давай хотя бы... Блин. Ну 630. Вдруг получится. 510. Вообще от него избавиться это будет круто. Ну давай хотя бы 530 и забирайте. 510. Ладно, забирайте за 510. Без толку с ними торговаться. Такого дурачка покупают. Хейли продан. Ну что, ребят, нам надо с некоторыми ребятами контракт перезаключить. Точнее, заключить контракт, чтобы их никто не увёл. Так, вот Ристич. 26 лет, серб. Разгон 77, перехвата 72. Давай. 5 миллионов стоит. Нам как раз нужен второй и левый защитник. Там посмотрим между ними кто лучше. Но я думаю он ключевой. Ну ладно. Давай на 4 года. На 2. Давай на 3. Михайло. Без отступных. Ну 20 тысяч это прям... Целый бюджет нашей команды. Давай 10. Просто у нас по 4,5 люди получают. 10 сухих матчей 170. Ладно. Давай сделаем 12 ему. Всё. 12 тысяч, ребят, зарплаты. Но это очень много. Но нам нужен добротный. Если мы в Лигу 1 попадём, тем более. Так. Отавиа. Вот это. 27 лет. Но это надо брать. Командный игрок. Лидерство. Надо брать, потому что на ЦП у нас там, да, молодёжка будет, но всё же и своих и чужих. Давай важный. Все хотят ключевыми быть. Он такой низкий, 173. 13 тысяч тебе предлагаю. Психонёшь, нет? О, он согласен. Выходы на поле 280 тысяч. Ладно, просто если сейчас я уберу их, он 15 попросит. А давай тогда 12 тысяч. Всё, заключили. Ладно. 12 тысяч ему дали. Нормально. Это если учесть, что он 20 с чем-то получал. Ну вот подписали Лестича Отавиа. Диоб ещё есть. Но куда нам уже столько? Ой, у нас уже зимний ТО заканчивается. Ракнуиль продан. Клуб Ливингстон. Волтер хотят. Это кто? А, за 230. Сент Патрика. Атлетик. Да, что-то у него хорошие статы в будущем. Но сейчас он стоит мало. Я думала хотя бы 1500. Ну давай за 330. И забирайте себе его. Всё, договорились. Гнабри переходит в Юнайтед. Так, Дижон у нас, который на третьем месте. Это вот уже проверочка сейчас. Возможно очки кто-то тут сейчас прям потеряет жёстко. Лосаня опять судит. Этот судья уже какой матч судит. Давай, погнали. Так, капитан. Блин, братарий. Угу, добивание никто не успел. Ну, конечно. Конечно, мы ему коридор открыли. Празднование Депаевское. Ну, что это такое? Я там нажимаю отбор. В итоге у меня отскакивает игрок. Вместо отбора он отлетает. Просто невозможно мяч себе забрать и держать его. Сразу теряем. Этот Дижон слишком резвый. Ух ты! Шульц нас сейчас спас. Нам нужен Амин Адли. Я это поняла. Мы его вернём из Байера. Ну, вот главное теперь вопрос в том, согласится ли он пойти. Какая у нас жёсткость переговоров стоит. Да, Гарим 2-0. Ничего не могу сделать. Слишком круто играет Дижон. Вообще. Не было офсайдера. Да блин, ты серьёзно промазал, Джек? Как ты это умудрился сделать? Не фартить в этом матче. Абсолютно. Кому-то, блин, кому-то пас-то такой... Я прямо даю на Лане. Ну, что ж ты кривой пас даёшь в ноги вообще сопернику? Это просто жесть. Что творит вообще моя линия атаки? Меня удивляет. Фух. Ой, блин. Какую красоту они исполняют. Пятками там. Ну, всё. Тут, конечно, Дижон нас по делу переиграл. Мы свои моменты вообще не реализовали ни один. Ну, это что такое вообще? Когда пятками, я говорю, это сразу скрипт. Всё, значит, до свидания. Ладно. Японец, поиграй. Давно не бегал. Ну, три мяча проигрываем. Всё, можно сказать до свидания. К сожалению, бывают такие игры, где ты вообще ничего не можешь поделать. Хоть с трёх метров будешь бить, там какая-нибудь штанга случится. Красная, но поздно. 19 минут играть. Как мы первую игру с ними сыграли? Просто носом так ткнул. Хоть один забили. И на том спасибо. Давай, 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 ещё надо забить. Я думала, всё встать, кстати. Ну, времени мало уже. В игру возвращаться. У нас, вот если бы мы реализовали свои моменты, у нас бы всё было бы более-менее сейчас под контролем. А мы свои моменты не реализовали, а только вот, что сделали. Только голы пропускали. Да чё ты делаешь? Как? Ну, как? Ну, почему ты левый бьёшь? Ну, скрипт, ты серьёзно. Слушайте, они классно играли пятками. О, провалы какие. Фульс, спасибо. Ну, провалы просто невероятные. 1-3. Да, чувак, вот ты не забил. Это просто вообще... Так, доступен отчёт. Из Франции атакующих. Ну, сейчас его в Бельгию отправим. Ну, давай, там, да, это. Ну, давай, Эбера. Всё. Да, вот такая плотность таблицы. Ты поражение получаешь, и всё. И сразу вниз катишься. Так, давай в Бельгии нападающего поищем. Натан де Грут в свою родную страну поедет. Давай в жёлтую поиграем тебе. Вы видите, какой глюк в этой Лиге 2? В АПЛ нет такого. Я захожу в персонализацию, и у меня меняется сразу судья. Так, ладно, всё, все заряжены, готовы. Погнали, ребят. Пожалуйста. Нам надо выиграть здесь. Слей-офф, да, за выход в Лигу. С третьего по пятый. А, первые два надо занять. А, получается, с третьего по пятый. Третье, четвертье, пятый. И восемнадцатая команда Лиги 1. Вот оно как. Нам обязательно надо быть в пятёрке. Обязательно. Посмотри, какие у них полоски. На форме. Такое ощущение, что они из фильма «Убить Билла». Нормально. О-о-о-о. Что за прессинг? Валантиен, успокойся, пожалуйста. Капитан. Есть такая буква. 0-1. Дежагер. Как-то так его зовут. Отключился здорово. Дежагер. О-о-о-о, провал. 1-1. Нет. Тут такие резкие передачи. Они так легко уходят от нас, что... Ну, тридцатый номер. Куда-то рванул. Держал бы его, и всё. Ух ты. Залетел. Да, Эланга как-то прошил. Фух, там вратарь. Вратарь, мячик... Мы поняли, да. Мячик ворота прям швырнул. Эланга, спасибо. Да что такое? Блин, фолы этот-то судья запарил мне давать. Сзади по ногам могут врезать. Это даже бывает не жёлтый. А здесь чуть тронешь его, всё. Фух, спасибо большое. Спасибо, мой вратарь. Шульц, благодарю. Браво. Да! 1-3! Ван де Бомен? А, нет. Блендель. Там такая колончанис уразно бежала. Я думаю, боже мой, пожалуйста. Ещё в конце я в угол умудрилась направить. Но он забил. Это самое главное. Не уверена, что Ван де Бомен бы забил. Ох, красавец. Смартан. Давай немножко в защитный стиль пойдём постоим. Так. Ван де Бомен, hello. Ё-моё. Это даже не угловой. Он так умудряется колотить. Непонятно, блин. О-о-о. Пятки в ход пошли. Когда они идут в ход, это всегда опасно. Перерыв. 3-1, ребята. Обыгрываем Валансиен. Давай, Джек. У тебя суперскорость. Блин, вот если б ты ещё в ворота попал, цены б тебе не было. Вратарь снова спас нас. И снова он. И не было офсайда никакого. Ты чё делаешь? Ну чё прикалываетесь надо мной? Просто беги. Ну съели же. А с левой? Вратарь на месте. А, защитный стиль такой, да? Ладно, Ван де Бомен, давай отдыхай. Спилингс выйдет. Нгуму вместо Эланги. Пока две замены. Всё. Немножко освежим. Центр и фланг. Домашняя. Да! Слушайте, я поняла, как эти угловые надо реализовывать. Ну, по крайней мере, пытаться забить с них. У меня теперь есть домашние заготовочки. Что в Манчестере, что здесь. Другой вопрос, забьют ли они. Но вот уже два забили мы здесь. Нгуму вышел, только мяч получил и сразу забил. Моментально. Ой, вот такое не вытащишь. Нет, там был бы вратарь, конечно, покласснее. Может быть, бы он и забрал. Ну что, можем выдыхать. В защитном стиле стоим. Давай, Блюнделя, отдохни. Выйдет Жен Ро. Опа, провал какой. Нет, вот этот вот чувак пока не может забить у нас. Я не знаю, он только вернулся, что ли, с арендой? Е, ну тут, конечно, искусственный интеллект уже где-то нас читает. Тяжело так будет постоянно делать. Но иногда проходят мои угловые. Мои розыгрыши, вернее. Блоки, блоки ставим. Ставим блоки. Блин, я не знаю. Вы видели этот? Это мой капитан, да? Еле бежал человек. Как спасатель Малибу. Еле бежал. Ну ты добеги и вынеси. Что ж ты бежишь-то, смотришь. Вот здесь. А, два, четыре. Ничего себе. Все, я буду сейчас просто, просто мяч держать. Три-четыре. От штанги он забил. Это Валантьен, ребята. Не все так тут просто. Провалы. В сверхзащиту я пошла. И просто держу мяч. Подержали мяч в концовке. Ну тут, да, Валантьену можно сказать. Ну, типа, ребят, такое бывает. Мы тоже как-то забили три, а четыре пропустили. Мы на четвертом месте. Пипец. Тренер, спасибо, что не забыли про... Ну что, Эйланга. У меня вообще есть сомнения продолжать ли с тобой сотрудничество? Отчеты приехали. Из Швейцарии с уклоном в защиту я ищу. Ну, тут, конечно... Ладно. И из Дании. Ну, здесь должны быть какие-то бески все-таки. Скандинавы, рослые все парни. Нет. Ничего толкового. Да, все. Давай, пожалуйста. Все готовы? Выдыхаем и едем. На! Это Ван Дэ Бомин всю душу вложил. 1-0. Я не радуюсь особо. Потому что я знаю, что это... Может быть, заскриптованная игра и все. Сзади? Сзади фолк! Какой-то тип, который болеет за другой куб. Не за фиолетовый. Может быть, ему денег заплатили? 2-0! Дежагер! Забивает. У меня рука затекла, ребят. Ой, как красиво с разворота. Это Гелхард. Кто? Да Бусье! Понятно. На! Да! Это был... Махтамблендель. 3-0. Теперь я немножко спокойно. Рука у меня... О, затекла. В напряге была. Вот тут вот провалились. На, вынимай прям сразу. С фолом, что ли? С помощью фола. Ой-ой-ой, вратарь брови себе. Я подумала, в ворота залетел. Да ладно, ничего там не было. Эх ты! Угловой. Эх ты! Там защитник выручил. Это что, вратарь? Это вратарь вытащил? Вот этот вот Абдели был незаметен, да? Ой, да. Это вратарь под перекладину-то летело. Как здорово. Его и заменили. Он был незаметен. Ну, Абдели, бывают какие-то дни, что-то. Ты просто незаметен. Так, пятки... Пятки свои брось игра. Ну, ладно, 20 минут играть. Я тут, наверное, в центре остаюсь. Брависсимо. Какой финес мог быть? Ну, дурака бил этот капитан наш или кто? Блин! Надо, короче, издали байбахать. Ладно. Так, по старинке. Вот это замена. Вот это замена. И давай, Гелхард отдохнет. Он, по-моему, не забивал нас в этом матче. О, боже мой. Да, финесики-то какие, а? Прям в перекладину бахнул. Четвёртый. Четвёртый. Адо. Адо выходит и забивает. Я ещё паузу сделала. Думала, на Джеку Лане отдать. Но потом думаю, не надо пробить. Сейчас остановимся. Мяч потеряем. Всё как обычно, по старой схеме. Такой матч весёлый, конечно. Бу-бух. Так, заменки там они делают. Ну, всё. 4-0. Врываемся на эту вечеринку в пятёрке. Но, вы же помните, что там надо... Третья, четвёртая и пятая команда между собой разыгрывают. И ещё и шестнадцатая команда лиги. Ё-о-о-о. Ой-ой-ой, вратарь, спасибо. Да что такое? Лиги-1. Чич, не ушёл, что ли? Всё. А мы, если на первых двух будем... Ну, первое место нет, конечно. Там Амьен забаррикадировал всё. Ну, хотя ещё играть и играть. Если мы будем там, то тогда есть вероятность со второго места напрямую попасть. Вот это уже гарантированная путёвка в Лигу-1. Поздравляю болельщиков, тулузы, всех. Нас с вами. С этой замечательной победой. Сейчас посмотрим, как дела обстоят. Амщен там вообще нон-стопом идёт. Валансен выиграл, блин, это плохо. Всё ещё на четвёртой строчке мы плетёмся. Валансен 6-й, Гренобль 5-й. Но Дижон в одном бале от нас, понимаете? В общем, смотрите, ребят. Амьен нам уже не догнать, мы не стараемся. Вот Кан, 3 очка до них. Но они что ж не проигрывают? Кан, Дижон, Гренобль 5-й. Вот это дурацкое поражение от этого Дижона. Внизу кто? Бастия, Шам, Йорта, Нанси и Квелли Руен. Так, в следующем выпуске мы встречаемся с Греноблем. Вот этот клуб, не помню. Кан, Амьен, боже мой, и ОСР. Ребята, ребята. И уже, кстати, нам несколько выпусков и закончится всё. И мы посмотрим, как и что тут у нас вообще обстоит. Давай посмотрим здесь бомбардиры. Лёби Ань. Ой-ой-ой, а где наш? А вот Гелхар. На пятом месте идёт. А вот Гелхар зато по ассистам 20 голевых отдал. А потом Блён Дейли. Мы тут лидеры. А по сухим матчам? Нет, нас здесь нет даже. Где мы тут? Мы на 12-м, Шульц. Ну, 5 сухих, это плохо. У него сколько игр из 19? По жёлтым карточкам. Минги у нас лидер. Четыре раза Аппл. А по красным тоже Минги. Ну, надо же где-то быть лидером. Ладно, ребят. Таким выпуск получился. Так всё неоднозначно, конечно. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. И надеюсь на вашу поддержку. Пишите комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Болейте только футболом. Увидимся в выпуске за Тулузу. И за Мальчись Ренаде. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин